МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Галина Анатольевна Терещенко, директор гомельского филиала РУП «Белпочта». В 1996 году окончила Белорусский государственный университет транспорта по специальности автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте. Трудовой путь начинала инженером по эксплуатации на предприятии «Гомель-Облпочта». Через пять лет стала начальником производственно-технической лаборатории. В 2004 году назначена заместителем директора гомельского филиала РУП «Белпочта» на нынешней должности с 2009 года. Занимается научной деятельностью, ученая степень, кандидат технических наук. Галина Терещенко возглавляет областную организацию общественного объединения «Белая Русь» и является депутатом Гомельского областного совета. На вопросы, которые касаются работы почтовых отделений региона, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы можете также отправить в Вайбер по номеру 340-043-3. Здравствуйте, Галина Анатольевна. Здравствуйте, Ольга. Прекрасная традиция – писать друг другу письма и отправлять открытки. Она еще в наших реалиях, которые зачастую проходят в виртуальной реальности, еще существует? Конечно, существует. Практически каждый месяц жители Гомельской области и города Гомеля пишут и отправляют около 1 миллиона писем. Правда, основной поток, процентов 80 из этого объема – это корреспонденция юридических лиц, но, тем не менее, оставшиеся 20 – это то, что пишут частные лица. Мы не отслеживаем специально письма ИТЭТа или открытки, но делаем вывод, что, конечно, основная масса открытки. Поскольку мессенджеры вносят свои коррективы, и если сегодня есть возможность связаться с любым человеком на Земле быстро и бесплатно, то, конечно, писать письма формата «как у тебя дела?», наверное, это все-таки отошло в прошлое. А вот открытки – это то, с чем мы живем, и то, что будет нас радовать еще очень долго. Насколько же приятнее получить открытку по почте, подписанную рукой дорогого человека, чем смайлик? Согласна. Знаете ли вы, что такое посткроссинг? Этот вопрос наши корреспонденты адресовали людям на улицах. Давайте выслушаем, как они отвечали. Нет, не знаю. Никогда не слышали? Нет. Слышали информацию где-то, может, читала где-то, может, в какой-то поликлинике, может, в какой-то библиотеке. Но так не использовала в своей жизни. Нет, к сожалению, не знаю. Не знаю. Посткроссинг? Нет, не слышал. Это обмен открытками. Ничего про это не слышал? Нет. Посткроссинг – это обмен почтовыми открытками между людьми из разных городов, стран, даже континентов. Изначально они не знакомы между собой, но потом в процессе, в принципе, можно и подружиться. На самом деле, у нее знакомая занимается посткроссингом, и это здорово. Там с разных, с Америки она переписывается, с разных вообще, со всех континентов. Ей присылают открытки, она в них пишет в своих открытках. Посылая товарищам, она пишет какую-то маленькую, краткую информацию о себе. Может быть, поздравления, если это в преддверии праздника. И все, ей присылается в ответ тоже такая же открытка. Немного о себе, о своих праздниках, традициях какой-то. Но это все на открыточке, только на открытке ничего больше. Так и должно быть. Почему? Ну, потому что, как говорится, все люди-братья должны дружить. Нет, как говорится, плохого народа, есть просто плохие люди. Вот. Ну, это мое такое, вот я считаю, мнение. Как моя бабушка и дедушка говорили раньше, что когда было, ну, происходили войны, то, как с одного казана кушали, а на сегодняшний день уже разделяются. Я считаю, что это и должно быть. Я отошлю немцу, немец, мне, или там итальянцу, или азербайджанцу. Нет, не слышала, честно. Паскройсин. Конечно, это намного лучше, чем интернет, открытки, как раньше это было. Военные годы. Даже годы наших, можно сказать, даже мам. Такого не было. Я больше за то, чтобы открытками. Не знаю, не в курсе. Никогда не слышали? Ну-у. По новостям что-то говорили, слышала. Об этом больше ничего. То есть я такого не знаю ничего. Об этом. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о работе почты. Галина Анатольевна, не так уж много, и многие люди знают о том, что такое посткроссинг. Как вы думаете, почему? Ну, знаете, статистика говорит об обратном. Посткроссинг – это вообще международный проект обмена открытками, как очень подробно сказала одна из девушек. Да, тот, кто знает, тот эмоций не скрывает своих. Да, совершенно верно. И наша страна очень активно в нем участвует. Я вам скажу, что мы занимаем в мире восьмое место. К тому, что первое место занимает, например, Германия, второе – Россия, третье – США. Это по количеству отправленных открыток. Представьте, численность населения этих стран и Беларуси. Поэтому мы активны в посткроссинге, нас много. И я думаю, количество людей, которые будут узнавать об этом проекте, будет увеличиваться. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в этом международном проекте? Посткроссинг.com – это сайт. Он, правда, на английском языке, но на сегодняшний день это не проблема. В нем нужно зарегистрироваться. После того, как желающий регистрируется, сразу же система выдает пять адресов из любых стран мира. Он подписывает и отправляет им открытки. После того, как они приходят в место назначения, у него появляется возможность отправить еще открытки. То есть система показывает, что да, ваши открытки дошли до места назначения, и вот вам новые адреса. Таким образом налаживаются связи, новые знакомства. Но самое главное, мы говорим другим странам о своей замечательной стране. Потому что у нас очень огромный спектр открыток. Это и наши видовые, с видами наших красот, природы, наших памятников архитектуры. С нашими какими-то гончарными изделиями, изделиями из соломки. То есть все, чем богата наша страна. Сейчас мне даже сложно перечислить, насколько много у нас этих открыток. Но поверьте, у нас есть чем гордиться и есть из чего выбрать. То есть можно специально подобрать под свою историю, под свой регион какую-то специальную открыточку. Конечно. И ее адресно отправить. О том человеке, которому отправляешь корреспонденцию, ты уже что-то знаешь, да? У каждого человека есть анкета. И когда вы регистрируетесь, вы свою анкету заполните. То есть можно посмотреть, увидеть, чем этот человек интересуется, какую бы открытку он хотел. Многие высказывают пожелания каких-то конкретных открыток. И таким образом отправить открытку именно ту, которую желает увидеть ваш адресат. Ручную работу в том числе тоже можно? Да, можно так. Сделать ее самостоятельно. А если человек временно хочет выйти из проекта? Тоже в этом никаких проблем. Можно выйти, потом вернуться. Просто когда вы выходите, вам перестают поступать открытки. Ну что ж, на самом деле замечательная идея. Я думаю, что не проблема на сайте зарегистрироваться. Это достаточно просто. Думаю, что я тоже приму участие в посткроссинге. Попробуйте. Я уверена, что вам понравится. Галина Анатольевна, сколько почтовых отделений сейчас работают в нашем регионе? Сейчас в Гомельской области работает 563 почтовых отделения. Из них 53 это только в городе Гомеле. А вообще 137 это городских, то есть те, которые находятся в городе Гомеле, плюс в районных центрах области. Все остальные у нас сельские отделения. Со временем их числом растет или сокращается? Оно не растет, но и сокращается незначительно. За прошлый год мы уменьшили эту большую сеть всего лишь на 9 единиц. Причем это не значит, что люди, которые проживают в населенном пункте, где было отделение связи стационарное и перестало существовать, полностью лишены почтовой связи. В любом случае это будет либо передвижное отделение связи, либо почтальон, который приезжает на автомобили, так называемая моторизированная доставка, либо почтальон, который приходит пешком. В городах есть новые микрорайоны, и там, наверное, есть определенные сложности с тем, что нет у них поблизости отделения почты. Вот такие поступают к вам обращения? Мы постоянно развиваем свою сеть. Да, мы отслеживаем потребность в таких отделениях связи. И только за последние годы мы открыли в Гомеле в 19 микрорайоне отделение связи. Мы открыли в Клеонковском микрорайоне отделение. В прошлом году мы открыли отделение в 104 микрорайоне. А сейчас мы достраиваем в Мозыре, в густонаселенном молодом микрорайоне, современное полноценное отделение связи. Когда будет новоселье? В середине декабря. К Новому году как раз такой будет замечательный подарок. Сейчас предлагаю прерваться ненадолго, посмотреть сюжет. Накануне в одном из почтовых отделений побывала наша съемочная группа. Отделение почтовой связи в агрогородке Мичуринское Гомельского района открывается в 8 часов 15 минут утра. И с самого утра здесь многолюдно. Кто-то пришел оплатить коммунальные услуги, кто-то рассчитаться за пользование сотовым телефоном. Несмотря на то, что Мичуринское населенный пункт с более чем двумя с половиной тысячами жителей, ни одного банкомата здесь нет. А поэтому получить при необходимости наличное можно только в почтовом отделении. Но, конечно, только этими услугами здесь не ограничиваются. Мы оказываем услугу «Комфорт». Это прием посылок, заказных писем. Есть три вида комфорта. Это комфорт для всех, комфорт для получателей, комфорт для отправителя. Комфорт для отправителя отличается тем, что СМС-оповещение приходит только отправителю. Если идет отметка «Комфорт для всех», значит, СМС-оповещение приходит как отправителю, так и получателю. По большому счету, нынешнее сельское почтовое отделение чем-то напоминает одновременно места встреч сельчан и небольшие магазины. Сегодня здесь можно купить практически все самое необходимое. От бытовой химии до продуктов питания. Хотя, так называемые сопутствующие товары, несмотря на их значительную долю в доходах почтовиков, наверное, не самое главное. Вскоре после открытия к почтовому отделению приезжает машина со свежей почтой. Несколько десятков минут на ее разработку и почтальоны отправляются разносить корреспонденцию. Татьяна Денисенко почтальон с 10-летним стажем. Во время нашего приезда впервые за несколько недель пошел дождь, однако на настроение женщины это природное явление похоже, никак не повлияло. В конце концов, скоро зима, во время которой, как сама признается, чувствует себя снегурочкой. Для почтальона холода нету, потому что почтальон всегда энергичный, быстрый, и на ходу согревается, жарко идти, потому что за спиной большая сумка с письмами, с хорошими новостями, с телеграммами, газетами. Люди ждут, им нравится. Где-то могу задержаться, потому что хотят поговорить, высказаться одинокие женщины, пенсионеры, но я их называю мои студенты. Ее студенты ее действительно ожидают. В отличие от города, почтальон сельской местности человек особенный. Она и о последних новостях в стране и деревне расскажет, и на вопросы, несмотря на занятость, обязательно ответит. Для местных жителей почтальон человек, которому можно доверять. Татьяна Денисенко из категории именно таких профессионалов. Она и поговорит, она и пошутит, она все скажет, все подскажет, что надо, принесет. Если с почты там что-то такое продается, попроси ее, она всегда все принесет. Она очень хороший человек, как отзывчивый, понимающий людей. В агрогородке Мичуринска и Гомельского района сегодня всего два почтальона. Учитывая, что сегодня в этом населенном пункте проживают более 2700 человек, нагрузка немаленькая. Однако при этом они не просто знают по именам практически всех проживающих на закрепленной за ними территории. Настоящий сельский почтальон не только разносчик почты, но и по сути местный психолог. Мне нравится с ними общаться, они меня ждут, я к ним всегда прихожу, они меня с радостью встречают. Всех знаю, все они хорошие, дисциплинированные, поговорить все хотят, всех выслушиваю, у кого радость, у кого беда. Я ими довольна. Они, наверное, думаю тоже. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях директор гомельского филиала РУП «Белпочта» Галина Терещенко. Галина Анатольевна, почтальон в деревне это, конечно, больше, чем просто почтальон. Нагрузка на ваших работников большая сегодня? Она большая, но самое главное, что она неравномерная. Она неравномерно распределяется как по месяцам, так в течение года, так и в течение месяца. Если рассматривать год в целом, то самая большая нагрузка у нас это всегда декабрь, который уже не за горами, и предпраздничные дни. А в течение месяца для нас наш бич это платежная неделя. То есть после где-то после 15-го числа до 25-го очень большое количество желающих оплатить коммунальные платежи, тем более, что на сегодняшний день мы являемся, пожалуй, единственной организацией, которая принимает на кассах без какой-либо комиссии. Мы не берем комиссию ни за какие платежи у населения. Конечно, это не может не сказаться на тех объемах нагрузки, которые приходятся на наших работников. Да, они на самом деле колоссальные, при том, что основная часть коллектива это женщины, молодые часто совсем девушки. Что предпринимается для того, чтобы немножко их разгрузить? Ну, во-первых, во-первых, мы все-таки выделили пункты, так называемые пункты выдачи почтовых отправлений. Сначала они назывались пункты выдачи почтовых отправлений, теперь мы их называем как и пункты приема и выдачи почтовых отправлений. То есть это такие пункты, где осуществляется работа исключительно с почтовыми отправлениями с населением. Платежи там не принимаются. Таких пунктов у нас в Гомеле четыре и они здорово помогают нам разгрузить очереди. Кроме того, в 28 отделениях в Гомеле и 42 в районных центрах мы организовали выделенные рабочие места. То есть в тех отделениях, где три больше рабочих мест, одно из них мы оставили только для работы с почтой, поскольку смешивать эти очереди не всегда корректно. Конечно, мы почтовики любим, когда к нам приходят за почтовыми услугами, поскольку платежи это наша непрофильная деятельность. Но так случилось, что услуга это востребована. Сегодня еще очень много людей, которые не хотели бы по каким-то причинам пользоваться интернет-банкингом или какими-то другими сервисами, хотят оплатить на кассе. Хотя у нас есть инфокиоски, которых 146, кстати, по области, где тоже можно оплатить, и люди платят за платежи. Вот такими методами мы стараемся разгрузить. Но я думаю, что по мере силы это у нас худо-бедно удается. Удается, но, конечно, основная проблема в том, что в малый промежуток времени приходит очень много людей. Все-таки, наверное, правильно было бы, чтобы это были те люди, которые действительно не могут по каким-то причинам пользоваться интернетом. А когда молодежь приходит положить на мобильный телефон 3 рубля, вы знаете, я как-то это не очень понимаю. Да, это действительно странно вызывает вопрос. И так очень часто бывает. Постепенно подрастают поколения людей, которые же идут оплачивать коммунальные услуги и, конечно, идут к инфокиоску в крайнем случае, если не делают это вообще не выходя из дома при помощи банкинга. А оказывается, даже молодежь может и очередь застоять, чтобы положить 3 рубля на телефон. Да, да, да. И жалобу потом написать, что очередь была длинной. Причем жалобу разместить сразу у нас на сайте. То есть пользоваться мы умеем, но почему-то мы не хотим вот эти свои навыки использовать во благо. Тебе же во благо, да. На самом деле странно, но думаю, что таких курьезов все-таки будет со временем все меньше и меньше, потому что информатизация и серьезная, и необратимая. Да, совершенно верно. Планируется ли установка электронной очереди на почте либо же нет? А вы знаете, у нас уже 13 электронных очередей стоит, и они довольно-таки успешно функционируют. Они стоят как в Гомеле, так и в крупных районных центрах. На следующий год мы запланировали еще 8 таких очередей, но, как мы и предполагали и предупреждали наших клиентов, ведь электронная очередь это не средство уменьшения очередей, это средство его организации, упорядочения. То есть, почему-то некоторые люди рассчитывали, что если придет электронная очередь, то исчезнут очереди в принципе. Мы говорили, такого не будет, да, стоять будет комфортнее. Исчезнет закон Мерфи, знаете, что в какую бы очередь ты ни стал, соседняя будет двигаться быстрее. Но все равно ведь очереди останутся. Поэтому, ну, в любом случае электронная очередь здорово помогает нам, она упорядочивает эти вопросы. И я надеюсь, что люди все-таки с пониманием будут относиться к этому явлению, понимать, что это не дополнительное рабочее место, это немножко другой инструмент, в нем заложены совершенно другие функции. Конечно, ну, почтовое отделение почтовому отделению рознь. Есть и совсем старенькие здания, там, особенно в сельской местности, но при этом они могут быть очень большими по площади, есть совсем маленькие. Как вы модернизируете свои отделения, наверное, к какому-то единому стандарту? Старайтесь их подвести? Да, мы приводим их к единому стандарту. Это такая некороткая программа, поскольку у нас, как я уже сказала, очень много отделений связи. Кроме того, мы же и коммерческая организация, мы не бюджетная организация, исключительно за счет собственных средств осуществляем все ремонты. Поэтому по мере того, по мере сил, по мере возможностей мы постоянно модернизируем их. Но я бы сейчас хотела сказать о другом. Ведь, наверное, важно еще, наверное, не то, какого цвета и насколько новый ремонт в отделении связи, как вот есть такой фактор клиентоориентированность, насколько приятно клиенту находиться у нас на почте. Правильно? Во-первых, это электронные очереди, о которых мы уже сказали, которые с большим энтузиазмом восприняло большинство населения. Кроме того, в 20 отделениях связи города и области мы установили уже бесплатный Wi-Fi для наших клиентов. И судя по количеству присутствующих, использующих эту услугу, я так понимаю, это тоже очень понравилось нашим дорогим клиентам. Кроме того, в ближайшее время в четырех отделениях города появятся станции для подзарядки смартфонов. Это бесплатная услуга. Если так случилось, что вы проходили где-то мимо, а смартфон уже разрядился, пожалуйста, подходите, устанавливайте, заряжайте до необходимого уровня и будьте счастливы. И третье, о чем я бы хотела сказать, что мы будем организовать в наших отделениях связи так называемые детские зоны. Особенно это будет, конечно, приветствоваться в густонаселенных молодых микрорайонах, где живут молодые семьи с детьми. То есть я тоже так понимаю, что когда приходит мама с ребенком и ребенку надо чем-то заняться, а ей нужно хотя бы 10 минут на почте постоять, то в таком случае с помощью нашего оборудования мы займем этого ребенка и для мамы это время не превратится в тягость. Да, инициатива великолепная, потому что мало что бывает страшнее в жизни, чем ребенок, уставший в очереди, который не знает, куда себя деть. Да, совершенно верно. И на что свою энергию направить. Есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер, давайте к ним сейчас обратимся. Слышала появление устройства самообслуживания, так называемого почтомата. Есть ли такой в Гомеле и где? Да, действительно, такой почтомат в Гомеле появился. Он находится на Курчатова-2. Это фактически камера хранения, круглосуточная причем, где хранятся ваши входящие, международные, на сегодняшний день, пока мы ведем речь, международных почтовых отправлений. То есть, что нужно для того, чтобы воспользоваться почтоматом, необходимо зарегистрироваться на сайте. У нас на сайте это один раз. Пройти идентификацию в отделении связи, это тоже один раз. То есть, просто прийти с паспортом, что вот это я, вот мой паспорт, вас внесут в базу. И после этого вы будете осуществлять перенаправление своих отправлений, он опять же у нас на сайте, в почтомат. Пока еще отправление находится за границей, но ему уже присвоен штрих-код. По штрих-коду указывайте, чтобы оно направилось именно в наш банкомат, который находится на Курчатова-2. Я хочу отметить, что услуга это абсолютно бесплатна. То есть, в момент поступления в город Гомель, это отправление пойдет не по вашему домашнему адресу, а прямиком отправится в почтомат. И в момент загрузки отправления на телефон человека, заказывавшего эту услугу, придет персональный код, который он потом введет в почтомат, и ему откроется его ячейка с отправлением. Если начислены какие-то таможенные пошлины, то прямо там же можно пластиковой карточкой рассчитаться. Но только одно условие, что размер этого отправления должен соответствовать размеру ячейки. Да, но, в общем-то, я же так понимаю, что основная масса тех пакетов, для которых этот почтомат используется, с лихвой войдут в наш почтомат его размеры, поскольку те отправления это с интернет-магазинов зарубежных, ну, как правило, они не превышают... Галина Анатольевна, есть у нас звонок в нашей студии, давайте выслушаем, потом еще поговорим про почтомат. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня вот такой вопрос. Я живу на Сверидово, и всегда инвалид второй группы, и всегда проблема заплатить за квартиру. Приходится он 4-4,5 часа простоять у очереди, чтобы платить коммунальные услуги. Вот будет такое у нас расширение, или чтобы открыли еще у нас. А по какому адресу у вас почтовое отделение находится? На Гаринка. Оно там маленькое. Вот мы работали... А там работала... Субботу я платила. А там работала одна практикантка только вот. И я пришла полвторого, а ушла полв пятого. Поняли вас? Сочувствуем? Спасибо большое за звонок. Галина Анатольевна, можно ли здесь как-то помочь? Потому что на самом деле три часа на почте, конечно. Спасибо за вопрос. Если у человека есть проблемы со здоровьем, то это тяжело. Да, я возьму ваш вопрос на контроль. Но, в принципе, ответ на мой вопрос я частично уже дала, когда говорила о той нагрузке, которая на нас приходится. Во-первых, расширять это отделение мы пока не планируем. Таких планов у нас нет. Но по поводу того, почему работал ими только один человек в период нагрузки, мы разберемся, почему так произошло. Иногда бывают какие-то, конечно, чрезвычайные ситуации, заболел оператор, что-то еще произошло. Но в целом на период нагрузки, на платежную неделю, мы выводим максимальное количество людей, чтобы задействовать все кассы. Поэтому, в общем и целом, ну что хотелось бы пожелать? Все-таки, может быть, планировать посещение на более раннее время. Ведь платежи уже пришли, база уже была доступна до субботы. То есть, в принципе, можно прийти числа и 12-го, и немножко раньше даже, для того, чтобы где-то и наперед можно даже оплатить. Современные возможности это позволяют. Но тем более, если человек является инвалидом, то тут как-то надо, наверное, уже не дожидаться последней минуты, когда уже вот большое скопление людей у нас происходит, а идти тогда, есть такое время, когда менее загружены работники почты? Ну, вообще, самая малая нагрузка у нас в начало месяца. Но тогда еще, конечно, и базы не приходят, как мы это говорим. А в течение дня, например, утром? В течение, сложно сказать. Конечно, сложно сказать. Когда идут платежи, мы загружены с утра до вечера. Там сложно говорить о каких-то временных промежутках в течение дня. Да, это правда. Такая ситуация сложная. Да, проблема есть. Мы ее признаем. И не посоветуешь здесь человеку. Мы ее признаем. А инфокеоском можно было бы научиться пользоваться? Но тоже же, ведь консультировать никто же не станет в отделении прямо. Ну, судя по голосу... Нет, мы консультируем в отделении связи. Но, судя по голосу, женщина уже в возрасте, я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, что, наверное, уже и тяжеловато освоить эту технику. Поэтому именно это вот та аудитория, которая у нас, конечно, на кассах будет и должна обслуживаться у нас на кассах. Да, именно для них они и должны существовать, и работать. Да, совершенно верно. А я хотела бы вернуться к почтомату, который так тоже интересует наших зрителей, и меня в том числе. Есть вероятность открыть не свою ячейку или того, что вообще посылка не дойдет? Нет. Не бывало такого? Такого не бывало. Ну, во-первых, скажем так, во-первых, если возникают какие-то вопросы, которых пока еще хочется постучать по дереву, у нас не поступало, то там установлена видеокамера, то есть все ваши действия видны, фиксируются. Если вдруг там подмена вложения, хотя такого, опять же говорю, у нас еще не было, почтамат работает с начала этого года, то обратитесь, там указан телефон, куда можно позвонить. Обратиться можно, сразу же находится отделение связи. Ну, а если же так случилось, что вы пришли в то время, когда отделение не работает, например, поздно вечером или рано утром, то тогда нужно прийти тогда, позвонить и прийти тогда, когда будет рабочее время и мы решим все вопросы. Но поверьте, что как бы до сегодняшнего вообще у нас еще не было таких эксцессов, эксцессов не было просто. Галина Анатольевна, а как долго этот почтамат будет оставаться одним единственным в нашей области? Мы будем смотреть по его загрузке. Пока его возможности позволяют за ним понаблюдать, я бы так сказала. То есть его загрузка могла бы быть и больше. Игрушка – это не дешевая, скажем прямо. Учитывая, что услуга – это абсолютно бесплатно, для нас она полезна тем, что она разгружает нашу так называемую последнюю милю. Это вот этап, когда отправление проходит от отделения связи до получателя. Это самое дорогостоящее звено в пересылке почты в любой администрации мира. Поэтому любая администрация – это вот эта вот часть, пытается разгрузить, что пытаемся делать и мы. Поэтому, если этот автомат будет загружен полностью и потребуется увеличение, мы с удовольствием на это пойдем. Мы закупим новые аппараты, мы поставим их в новых микрорайонах города, мы поставим их и в Мозыре, и в Жлобине, и в каких-то других районных центрах, там, где это будет нужно. Но давайте сейчас научимся пользоваться этим аппаратом. Сколько сейчас в целом покупки в интернет-магазинах составляют в общем объеме почтовой корреспонденции, которую вы получаете? Если говорить о входящей корреспонденции, то есть то, что мы получаем, то это порядка 80%. Если говорить об исходящей, то порядка 50%, поскольку на вход работают так называемые китайские пакеты, но на исход это только наши отечественные, у нас немножко тут другие объемы. Ну, я знаю, что для белорусских как раз интернет-магазинов у Белпочты есть выгодные предложения. Вы сотрудничаете? Расскажите об этом, пожалуйста, немного. Да, действительно, Белпочта предложила новую интересную линейку, которая сформулирована специально для потребностей белорусских интернет-магазинов. Во-первых, можно заказать, отправлять посылки с возможностью примерки вложения. У нас в некоторых отделениях связи установлены примерочные кабины. Можно отправлять отправление с возможностью частичного выкупа товара. И самый, пожалуй, интересный продукт, который очень активно пользуется спросом, это с оплатой наложного платежа. То есть клиент уже оплату за наложку не вносит. То есть вот эту дополнительную комиссию, которую он раньше вносил, и кое-где еще вносит за полученную интернет-посылку, так скажем. То есть эти затраты берет на себя уже отправитель, ну, что, конечно, очень удобно для клиента. Впереди как раз то самое время, повышенные нагрузки. Сначала будет черная пятница, когда интернет-магазины традиционно делают хорошие скидки, потом будут праздники рождественские и новогодние. Как будете работать, Галина Анатольевна? Мы переживаем это каждый год. И, в общем-то, да, проблемы есть, нагрузка действительно возрастает, но те мероприятия, которые мы уже провели, нам существенно в этом помогают. Нам помогают наши пункты выдачи, наши выделенные рабочие места существенно нас разгружают в этой работе. Мы выводим свой максимально возможный штат на эту деятельность. Когда приходит декабрь, у нас активно работают ярмарки, продажи, открыток, поскольку, ну, пожалуй, каждый второй приходит на почту для того, чтобы купить открытку новогоднюю. Если ему нужна только открытка, зачем ему стоять очередь? Он может свободно купить ее прямо в зале, выбрать, взять сам своими руками, пощупать, потрогать, открыть, почитать и выбрать то, что ему нужно. Еще остаются у вас силы, задор и креатив для того, чтобы какие-то собственные акции благотворительные проводить. Мы о них, я надеюсь, что еще успеем поговорить. У нас есть телефон и звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня больше всего не вопрос. Меня зовут Людмила, я живу в Новобилецком районе, обслуживаюсь 42-м отделением почты. Очень довольна обслуживанием. Хочу очень высказать большую благодарность нашему почтальону, которого я знаю на протяжении, наверное, 25 лет и больше. Вот, к сожалению, не знаю фамилии. Ну, а как зовут? Знаю, что зовут Валентина. Это такая женщина, очень, которая вот в последнее время их там, ну, много чего продает сопутствующего товара. Она может всегда подсоветовать, подсказать, что-то выписать интересное. Человек работает, я так поняла, что очень много лет на этом отделении, потому что она всегда-всегда на нашем участке. Хочу ей пожелать здоровья, конечно, чтобы, ну, как-то, может быть, за столько лет работает, ну, может, она там и не одна такого возраста уже, ну, количество лет работает, но, может быть, как-то ее примировали, очень-очень хороший человек. Я желаю здоровья, ну, чтобы дальше по работе было здоровье, в эту непогоду, и во все периоды, и жару, и все, и она всегда на работе. Спасибо большое за звонок, за то, что вы не постеснялись, позвонили, вы сказали такие теплые слова, это на самом деле очень приятно. Наших почтальонов очень любят, вы знаете, если даже какая-то возникает необходимость переместить почтальона на другой доставочный участок, ну, как правило, сразу шквал звонков, то есть люди настолько привыкают к своему почтальону, как к члену семьи, как к родному человеку, и это такая проблема становится, поэтому, но это радует, это приятно, почтальону рады, значит, он нужен. Для меня, как руководителя, не могут не радовать подобные звонки. То есть, действительно, это так. На селе, какие услуги пользуются наибольшим спросом? Потому что там есть свои особенности обслуживания. Вы знаете, Ольга, мы гордимся тем, что на селе у нас предоставляется такой же перечень услуг, как и в городе, и даже больше, поскольку на селе мы еще оказываем, например, вкладные операции, которые в городе, ну, просто нет необходимости, учитывая широкую сеть банков. Но, во-первых, село, село это маленький магазин, всегда. Там нет гипермаркетов, поэтому люди с удовольствием, если приходят на почту, то покупают какие-то, мы торгуем как товарами продуктовой группы, так и непродуктовой, покупают у нас то, что им необходимо, и всем это очень нужно, делают заказы, второй момент, чем отличается работа на селе сегодня, очень востребовано в последнее время стала такая услуга, бытовые услуги на селе, мы это называем, то есть, вот, ну, в городе мы над этим не задумываемся, да, допустим, носили сапоги, там, нужно поменять набойки, для нас проблем нет, зашли, отдали в соответствующую мастерскую, на завтра или сегодня же забрали, а в городе, в каждом, а в селе, ну, в каждую деревню, естественно, сапожника не посадишь, нет такой возможности, поэтому сегодня любой сельчанин может взять свои сапоги или любую другую обувь, там, сложить в свою какую-то оболочку, принести к нам в отделение связи, отправить у нас там за символическую плату, у нас это называется услуга по пути, вот, и отправляем какому-то ремонтнику, с которым у нас заключен договор, он и делает эту обувь, возвращает назад, через пару дней возвращается готовая, полностью исправленная обувь, отремонтированная, человек платит деньги на почте, никуда ему ехать не надо, все довольны, и всех это устраивает, услуга очень набирает обороты, и, в общем-то, таким образом, мы этот сервис на селе, можно сказать, что успешно замещаем. И будете расширять? Будем. Есть еще вопросы на нашем вайбере. Добрый вечер, в детстве я собирал марки, продаются ли они сейчас на почте, как заказать коллекционную марку? У нас на почте продаются марки в любом отделении связи, тут вопросов никаких нет. Если вы хотите получать марки, какие-то особенные, как я понимаю, например, там есть возможность марки Украины, марки России заказывать, то нужно оформить подписку на эти марки, это все тоже легко оформляется, можно обратиться в наше центральное отделение связи, вам все объяснят, расскажут, оформят, и будете получать. Но, может быть, вам хватит того ассортимента, который у нас продается в отделениях связи. Тем более, что во всех крупных у нас оформлены так называемые уголки филателиста, где художественные марки всегда представлены в достаточно широком ассортименте. Около двух минут у нас до окончания программы остается. Есть еще один вопрос, на который, в принципе, мы уже говорили и отвечали по поводу очередей, по поводу отдельных окон, что, в общем-то, такая практика, да, какого-то распределения разных задач по различным сотрудникам, она существует. Вот, что хотела бы узнать. Дети в Гомельской области пишут письма Деду Морозу? Пишут, и очень активно, да. Да, и как это можно сделать в преддверии новогодних праздников? Очень важно, я думаю, что родителям знать. Наверное, ваш адрес интересует, да? Адрес – это деревня Каменюки, Каменецкий район, Брестская область. Индекс 225-063. Ну, желательно наклеить марку. Так, конечно, оно дойдет быстрее. Еще лучше отправить это письмо первым классам. Но должна открыть небольшой секрет, что даже письма, на которых нет марки, мы все равно доставим Деду Морозу. Может быть, не так быстро, но, тем не менее, доставим. Поэтому пишите Деду Морозу. Дед Мороз ждет ваши письма и будет непременно на них отвечать. Галина Анатольевна, спасибо огромное за такой сегодня позитивный диалог. Спасибо вам. Директор Гомельского филиала Руббелпочта Галина Терещенко была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин